Оркестр виртуозов Оркестр виртуозов, восхитительно дисциплинированный, с особым мастерством исполняет музыку, искрящуюся весельем и поистине славянской задушевностью. Газета «Фигаро». Готовность сочетать русские народные традиции с классической культурой. Здесь нет никаких преград, только взаимное обогащение. Австрийская газета «Эдвертайзер». А «Нью-Йорк Таймс» вообще назвала оркестр русским чудом. «Эдвертайзер» 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Добро пожаловать в Казахстан! Аплодисменты Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты Добро пожаловать в Казахстан! 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 Аплодисменты По степи кругом Путь далек лежит В той степи глухой Умирал я мщек И набравшись сил Чуя смертный час Он товарищу Отдавал наказ Ты, товарищ мой Не попомни зла Здесь степи глухой Зарони меня Ты, лошадушек Сведи к батюшке Передай поклон Родной матушке Божь не скажи Слово прощальное Передай кольцо Обручальное Про меня скажи Что я в степи Что я в степи Занес О любовь Я Я Я Собой У Унес Унес Аплодисменты Рекой 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 Аромат Рекой 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 市 Рекое Моё сердце волнуется страстно. Тихо всё, ночь нависла над сонной рекой. Аромат льют акации белой цветы. Где же ты, отцовись и верни мне покору. Моя радость, о, где же ты? АПЛОДИСМЕНТЫ Разговор будет о народном оркестре, явлении отечественной культуры, явлении чисто русском и явлении феноменальным, но на мой взгляд, по крайней мере, в отечественной музыкальной культуре. Вот чем бы вы хотели сегодня поделиться? Я бы хотел отметить ряд вот таких закономерностей. Дело в том, что когда русский народный оркестр, первый же это был Великорусский оркестр Андреева, который находился под патронажем личной императорской фамилии. Он же покровительствовал романцевым исполнителям Варьи Паниной. Варьи Паниной. Варьи Паниной. Варьи Паниной. А через какое-то время эти два жанра встретились. В принципе, встреча жанров народного оркестра и русского романса, она в конце концов оказалась неизбежной. И вот тот оркестр, который сегодня участвует в передаче, Академический оркестр русских народных инструментов, он делал первые шаги на радио еще в 30-е годы, до официального образования Академического оркестра народных инструментов. Уже в столице, в смысле, в Москве. Да, в Москве. И вот одна из таких записей, это секстет Домар и Баянов под управлением Семенова, секстет Домар и Баянов ВРК. И Лемешев поет романс Булухова «Тройка». Тройка мчится, тройка скачет, Бьется пыль из-под копыт. Колокольчик звонко плачет, Кто хохочет, кто звенит. Я еще принес одну достаточно интересную запись. Это запись песни Савовьева-Седова на стихи Исаковского, очень популярная, ставшая в последнее время «Услышь меня, хорошее». Он всегда популярный, всегда. Которую сделал солист Нечаев, солист Союзного радиокомитета, с оркестром, который тогда еще не назывался академическим оркестром русских народных инструментов, а просто был оркестр народных инструментов под управлением Алексеева. «Услышь меня, хорошая, Услышь меня, красивая, Заря моя, вечерняя, Любовь неугасимая». И теперь спрашивается, а при чем же здесь романс? Вот именно за эту песню и ряд других в свое время Савовьев, Седой, уже в эпоху борьбы с формализмом и цыганщиной, которая разгорелась после 1948 года, подвергся жестокой критике. В частности, такого критического пассажа от самого Исаако Спича Дунаевского, что вот насколько эта песня похожа на романс. Насколько поразительно, ведь все песни Дунаевского, собственно говоря, тоже насквозь романсовые, и в романсовой мелодике, и на платформе романса. Ну ладно, мы не будем касаться политической ситуации, это скучно, хотя судьбы человеческие часто очень резко менялись, и менялись судьбы отечественного искусства. Я приглашаю на сцену следующего участника программы, народную артистку России Анну Литвиненко. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Очаровательные глазки ОЧАРОВАЛИ 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 Белые бледные Грязят ночные цветы Смазкой безморной лучи серебристые Шмёт им луна с высоты Силой волшебной, силой чудесной Эти цветы расцвели В них сочетались с отрады небесною Грешные чары земли Трудно дышать Эта ночь опьянённая Смойла и стом и полна Сладким дыханием цветов напоённая В душу волнует она Шевчут цветы Свои речи беззвучные Тайны неведомы ждут В платье до рассвета С луной неразлучные Грезят они И цветут С луной неразлучные С луной неразлучные Знакомство Потому что Знакомство с вашим оркестром У подавляющего большинства соотечественников Началось наверное с самого раннего возраста Началось с помощью радио и телевидения Романс в жизни вашего оркестра Что это такое? Ваше отношение к романсу? Моё отношение к романсу Очень давнее отношение к романсу Началось оно еще с моей квартиры в Тихвинском переулке Где жила в общем музыкальная семья В которой бывали корифеи вокала того времени Ну например Сергей Граджич Лемешев У нас всегда любили помузицировать вечером Папа играл на пианино Мама когда-то играла на галончели Дед играл на гитаре И так далее и так далее И всегда в общем была песня и был романс Романс ведь он вообще начался все-таки Сначала с квартиры Потом перешел в гостиные В салоны какие-то И только потом появился на сцене уже И для нашего оркестра это абсолютно нормальное явление Каким образом удается Вам безусловно удается Сохранить вот это интимное звучание Легкое нежное романса При в общем громадной оркестровой машине Машине говорю сейчас в хорошем очень смысле То есть огромном музыкальном механизме Дело все в том что народные инструменты Русские народные инструменты Они особые инструменты Это струнные инструменты Вот за границей наш оркестр называют поющим Вовсе не потому что мы поем Где-то с закрытым ртом в вечернем звоне Не поэтому Просто вот это вот камерное звучание И теплота звучания русского народного оркестра Он предполагает сам собой вот тембральный И по своему так сказать вот составу Играть именно вот романс и русскую песню Прежде всего Это в природе оркестра Это в природе оркестра Я приглашаю на сцену солиста Большого театра России Лауреата премии фонда Ирины Архиповой Михаила Гужова АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ О, если б мог выразить в звуке Всю силу страданий моих В душе твое стихлик И робот сомненья затих И я в отдохну, дорогая Страдая, высказався И я в отдохну, дорогая Страдания, высказався Советному звуку внимая Разбилось бы сердце твое Разбилось бы сердце твое АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Как грустно, туманно, кругом Тосклив, безотратен мой путь А прошлое, кажется, сном Томит наболевшую грудь Ямщик не горил лошадей Мне некуда больше спешить Мне некого больше любить Ямщик не гони лошадей Как жажду среди мрачных грабнин Измену забыть и любовь На память мой слой властелин Все будет минувшее вновь Ямщик не гони лошадей Мне некуда больше спешить Мне некого больше любить Ямщик не гони лошадей 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok